Уважаемые коллеги, необходимость разработки этого курса обусловлена повышением требований к качеству и эффективности учебного процесса. Одним из способов обеспечения таких требований является активное применение средств поддержки образовательного процесса, в том числе технологий создания и организации применения видео лекций или учебного видео. Однако на практике, как мы знаем, этот вопрос проработан недостаточно и вызывает трудности. Не существует единых стандартов, методик и технологий по данному вопросу. Целью этой лекции является изучение опыта по созданию учебного видео для студентов. В ходе этого занятия мы решим с вами следующие задачи. Постараться получить общее представление об истории создания видео лекций. Научиться выделять главное в процессе их создания. Изучить передовой опыт по данному вопросу. И научиться формулировать основные требования по созданию видео лекций в образовательном процессе. После завершения этого видео занятия вы сможете приступить к изучению технологии создания видеоматериалов по своим предметам. И в последующем сможете создавать их сами. Хочу сразу отметить, что моя точка зрения на тот или иной пример учебных видеоматериалов, которые мы вместе с вами будем сейчас смотреть, может не совпасть с чьим-то мнением. Но это не страшно. И я хотел бы, чтобы вы высказались в нашем форуме по этому важному вопросу. В ходе этого занятия я буду говорить и показывать на экране то, что я хотел бы рассмотреть вместе с вами. Вы обратите внимание на то, что все действия на моем компьютере, в том числе и движения указателя мышки, вы будете видеть так, как будто вы находитесь рядом со мной. Используемая мной техника ведения этой лекции будет детально рассмотрена в следующем нашем занятии. Но уже сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, как я организовал структуру элементов этой видео лекции. Элемент первый. Меня как лектора постоянно видно на экране. Постоянный показ говорящего на экране. Такое мое предложение вызвано тем обстоятельством, что показ лектора с одной стороны важен для создания эффекта присутствия, с другой стороны основная визуальная часть направлена на показ или иллюстрацию по теме этой лекции. При этом размер экрана моей камеры занимает незначительную часть, примерно 15% площади экрана, так как большая часть экрана будет включать название излагаемого вопроса, примерно 20% экрана, и иллюстрацию самого излагаемого вопроса, около 65% экрана. Такая структура элементов видео лекции, как мы убедимся в дальнейшем, не является единственной. Однако она, на мой взгляд, наиболее полно отвечает целой серии противоречивых требований. Например, требования наглядности, экономичности. На мой взгляд, такая технология не требует значительных трудозатрат, специальной техники и персонала. Достаточно лектору иметь обычный ноутбук с видеокамерой и микрофоном. И требования универсальности, поскольку может такая технология применяться по любым предметам. Итак, мы начинаем с вами первый вопрос. Общее представление об истории создания видео лекции.